На этом уроке мы добавим цвет и отрендерим контейнер свитка дракона. Вот где мы остановились, мы приближаемся к завершению нашего курса. Я собираюсь добавить цвет, улучшить некоторые детали и применить рендер. Первым делом я хочу добавить материал на саптул. В проектных файлах вы найдете материал с названием scroll shader. Вам надо загрузить его в панель материалов и применить его. Теперь я хочу применить этот материал и цвет mRGB на каждом саптуле. Для этого я использую саптул мастер. Итак, открываем саптул мастер и кликаем кнопку fill. Напротив пункта color and material должен стоять крестик. Кликаем ok. Этим самым мы запускаем процесс применения цвета мргб на каждом саптуле по очереди. Процесс завершается. Далее надо добавить собственно сам цвет. Разрисовывать я не собираюсь и применять текстуру тоже. Просто сделаю цвет немного другим. крестик. Я перехожу к шапочке. Прокручиваю вниз к разделу masking. В разворачивающейся панели вы найдете кнопку mask by cavity, также cavity профил. Открываем и видим кривую. Я немного редактирую кривую и поднимаю точку. И жму mask by cavity. Получится такой вот результат. Если я активирую режим flat, то увижу как собственно выглядит маска и замаскированные детали. Кнопку flat можно найти в опции рендера здесь вверху и установить ее в интерфейсе. Возвращаемся в режим preview. Я инвертирую маску и отключаю видимость маски. Итак, сейчас мы не видим маску. Теперь я хочу выбрать цвет, а точнее залить маску приятным светло-зеленым цветом. Я жму fill, то есть залить и смотрю что получается. Неплохо, но я отменяю действие, чтобы выбрать чуть более насыщенный зеленый. Получилось неплохо. Я убираю маску. Переходим к другому саптулу, например голове. И повторяем те же действия, которые мы выполняли на предыдущем саптуле. Открываем cavity профайл и тянем точку вверх. Жмем кнопку Mask by cavity. Ждем немного. Инвертируем. Отключаем видимость маски и заливаем тем же самым цветом. Убираем маску. И сейчас я проделаю все эти действия на остальных саптулах. Специальной техники для этого нет, поэтому я вернусь, когда заполню цветом все саптулы. Итак, все готово. Я заполнил саптулы цветом. Давайте закроем вкладку Mask. И сейчас я намерен изменить настройки рендера. Открываю настройки рендера, которые я прикрепил здесь справа. Первым делом я отключаю Ambient Occlusion. Далее прокручиваю место раздела BPR Shadow и меняю значение угла на 250. А размыть я на 3. Настройки BPR-AO я оставляю по умолчанию. Открываю панель Light. Я хочу включить некоторые источники света и изменить их настройки. Я включаю этот цвет. Устанавливаю интенсивность ближе к единице и сдвигаю в левую сторону сферы. Возвращаюсь в панель Light и включаю этот свет. Интенсивность устанавливаю на 1,5 и сдвигаю в правую сторону. Хорошо. Теперь сдвигаю модель центра на просмотр и жму BPR. Вот наш рендер. Я очень доволен результатом, поэтому давайте переходить к следующему шагу, коим является настройка размера документов ZBrush. Надо сделать размер файла таким, чтобы его было удобно редактировать в фотошопе. Итак, я захожу в Документ, закручиваю вниз и меняю высоту и ширину на 2048. Жму кнопку Resize, то есть изменить размер. Всплывает диалоговое окно, в котором говорится, что это действие нельзя будет соценить. Я жму Yes. Далее я открываю панель Layer и жму Clear, чтобы очистить холст. Теперь кликаю и растягиваю модель на холсте. Перехожу в режим Edit. Возвращаюсь в панель Document. Кликаю кнопку Back и не отпускаю тянут к палитре цветов, чтобы выбрать цвет фона. Таким образом мы улучшим контраст. Снова панель Документ. Здесь есть четыре кнопки. Нажмем кнопку Zoom и тянем вверх, чтобы увидеть внешние границы документов. Итак, тянем, тянем. Видим боковые границы и вот верхние и нижние границы. Сейчас мы видим весь размер документа. Я собираюсь увеличить модель так, чтобы она по размеру подходила рамке. Изолирую один саптул, чтобы можно было быстрее увеличить. Еще немного увеличиваем. Выглядит как положено. Сдвигаю центр. Увеличиваю. Высота модели должна быть максимально допустимой. Выглядит хорошо. Жмем VPR. Вот рендер измененной в размере модели. Переходим к разделу BPR Render Passes и кликаем Shaded, чтобы экспортировать этот проход в определенную папку или на рабочий стол. Также экспортируем проход Shadow, проход теней. Эти проходы мы позже используем в Photoshop и для рендера. Также нам следует сгенерировать проход отражения, чтобы сделать детали более динамичными, когда применим все рендеры вместе. Возвращаемся к нашим софтулам и отключаем информацию о покраске, для чего деактивируем кисточку. Этим самым мы уберем материал, цвет и покраску. Я открываю набор материалов и выбираю Basic Material 2, так как он немного ящик. И устанавливаю черный цвет. Когда мы применим рендер и перенесем его в Photoshop и установим режим наложения на умножение, то останутся только белые данные отражения. Итак, я кликаю VPR. Вот наш проход отражения. Кликаем на Shaded и экспортируем. На этом урок окончен. В следующем уроке мы перенесем все проходы рендера в Photoshop и задействуем их вместе. Идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...